сейчас в интернете все больше распространяются вот эти вот кадры что вообще думаете мне интересно где это это да то киев харьков первые и последние три мариуполь думаю то что с ума люди сходят но по-другому я сказать не могу потому что ну зачем и в основном вот это я с братом веду очень часто дискуссии по поводу этого и я сейчас скажу я не знаю и потому что у меня спрашивает он как ты думаешь кто это делает от брата из украины я тоже все из детства просто пиздец самым негативным смысла конец может быть очень плохой для всех делать это не нужно большой зло это фотографии из украинских городов так сообщают на сми но это сми сообщают видели в живую вот нет поэтому интересуемся то что это фейковая информация на мой взгляд потому что но сейчас уже на украине слава богу все хорошо ведутся переговоры владимир владимирович уже делает но мы все видели то что вот донбасс донецк 2013-2014 году когда бомбили промерите и гадаре бомбили несколько кажется то что кадры сделаны именно туда поэтому я считаю то что мы сейчас украину уже на стадии переговоров россии но мне кажется то что у них все будет хорошо и все равно это два славянских народа и все много знакомых вот именно с украины ребята но я бы не сказал то что они военные вот но мирные жители вот они говорят даже вот россия приехала грубо говоря на их землю и они наоборот помогают там потому что в на украине очень много раздавая раздали оружие это мародеры начали уже забирать деньги убивать своих жеребят и грубо говоря наживаться на мародеры с какой страны с украины со стороны у сами же украины потому что ну дай человеку оружие и он начинает вести себя как животное мое мнение я забыл какой именно статью головного кодекса регламентируется я не готов меня там не был говорить но вообще вот если это правда какова вероятность то что мы потом как обычно россияне будем платить за восстановление всего этого честно пока это меня не касаться ну похоже на фейковые или просто не интересно то все как против политики как говорится хочешь поругаться начни говорить либо о религии либо о политике я думаю тоже так не должно быть должно все таки все по полу устроен фейк не фейк как кажется думаю что не фейк я даже проще скажу у меня подруга из украины и чего рассказывает и рассказывает и пока то сейчас уже беженец сейчас находится европе ну она в запорожье было уехала тоже ну да да я знаю да куда то вообще что что же существует каковое каково им там я бы сказал так не желал бы никому но вообще есть есть такой вариант что мы вот обычные россияне потом будем расплачиваться за уже начинаем расплачиваться и будем расплачиваться и И, собственно говоря, будем долго расплачиваться. Я думаю, что и дети еще будут расплачиваться. Ну, а какие варианты? Что сейчас? Какие варианты? Что можно сейчас сделать? Выйти на улицу, получить дубинку и поголовить здесь в тюрьму? Ну, вообще, возможно ли то, что в России будет схоже, как на фотографиях? Либо до такого не дойдет? Нет, до такого не дойдет просто потому, что ядерное оружие. Ядерный паритет по этому. Такого не будет. Нет, к лучшему отчасти, конечно, что не будет. Но, с другой стороны, люди погибают. Все равно людей жалко. Кстати, не военные погибают, а гражданские люди погибают. То, что там на фотографиях, я там видел гораздо больше фотографий. И убитые семьи видел. И, собственно говоря, вот эти могилы вдоль домов жилых обычных. Понятное дело, что мы можем сделать? Вопрос как-то. Ну, конечно, они явно неприятные. То есть, ну, понятное дело, никаких положительных эмоций такое вызывать не можем. Ну, вообще, возможно, что после окончания всей этой спецоперации мы, вот как обычно, россияне, будем платить за восстановление городов? Да. Ну, так или иначе, это очевидно. То есть, это очевидно вне зависимости от итога. Да, то есть, даже если рассматривать вариант того, что территория станет подконтрольна нами, то это любое государство должно будет восстанавливать свою новую территорию. И в то же время, если, наоборот, территория отделится, так или иначе, чтобы урегулировать этот вопрос, то придется как-то компенсировать. Это просто с точки зрения даже бизнеса. Ну, я думаю, что не фейк. Уже всем давно понятно, что это все нацелено на разрушение, геноцид народа. Ну, кадры вполне реальные. Я так думаю. Вот мы, обычные россияне, будем платить за восстановление всего этого? Да, на нашем народе это отразится. И мы, россияне, в том числе, участвуем в этом. Я думаю, об этом все знают. Ну, фейк, не фейк. Нет, не фейк. Ну, вот идет же спецоперация. Вот, не может ли там та же Украина в Россию потом войти и у нас то же самое устроить? Ну, то есть ей там мощи не хватит, как бы как? Да, и желание. А есть такой вариант, что мы, как обычные россияне, будем потом платить за восстановление городов? Да, вероятность-то есть. Конечно, не хотелось бы из своего кармана за это платить. Потому что, как бы, у меня-то и так я работал с Европой, да, и, соответственно, как бы некоторые платформы блокировали счета. И часть моих денег, как я понимаю, уже была переведена на восстановление, собственно. И, как бы, вероятность, что, как бы, будут и еще другие деньги приводиться, ну, я не отрицаю. Ну, я понял. Ну, и что думаете? Ужасно. Вот мы, как обычные россияне, есть такой вариант, что мы в будущем будем платить за восстановление этих городов? Ну, скорее всего, так и будет. А-а-а, война. Да, знаю. Я сам с Украины. Что думаете? Война империалистическая, классическая. Деньги воюют с деньгами. Нет виноватых, нет правых. Все козлы. Ну, а сами, вот вы, говорите, недавно были относительно... Ну, в Украине были? Я оттуда родом. На Донбассе 8 лет идет война, кому-то было интересно. В Сирии идет война, кому-то было интересно. В Сербии война идет, кому-то было интересно. Ну, вот касательно подлинности этих фотографий, насколько реально то, что там изображено? Все именно так? Ну, да. Украину сейчас разрушают. Обычные русские будут платить за восстановление городов? Все будут за это платить. Обычные люди только и будут платить. Что-то тут вообще полуметраешь. Там Харьков первые две, потом Киев одна и три Мариуполь. Ну, в настоящих снижениях? Ну, различные европейские организации считают, что да. Пропаганда ведете против этой самой, что ли? Не, просто собираем мнение вообще, вот, что люди думают. Против этой операции военной? Ну, я работаю в хостеле-администратором. Были, у меня были, приезжали здесь с Украины с паспортом, с украинским. Ну, и что они рассказывают? Ну, говорили, что да, там война прям настоящая. Ну, я считаю, что в этой ситуации Россия поступает неправильно. Ну, будет та же самая ситуация, что и с Чечнёй, как после второй Чеченской. Просто Украина, если, конечно, ситуация разрешится в пользу России, то она просто встанет на денежное удовольствие у России и всё. Россия будет за свой счёт там всё восстанавливать, будет также отправлять твои деньги из бюджета и, в принципе, всё. Горе патриотов будет гордиться, что у нас теперь Украина наша. На самом деле, она просто будет на балансе числиться и всё. Что в целом думаете? Ничего не могу сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!